Девушки отдыхают 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 Приходит новый человек и сразу меняет всю свою команду, которая была до этого Все уже новые получается Ну давайте посмотрим, что об этом пишет Экклесиаст Это 4 глава, начиная с 13 стиха Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы Ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя и родился в царстве своем бедным Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем, с этим другим юношей, который займет место того Не было числа всему народу, который был перед ним, хотя позднейший не порадуется им Но и это суета и томление духа Вот давайте мы сейчас здесь немного остановимся и спросим Почему молодой, безусый, так сказать, юноша Ну или будем говорить новый царь Да, новый царь лучше старых двух Почему? Лучше старого царя Ну потому что старый, тут еще он характеризуется как неразумный И который не умеет принимать советы Если бы он был старый, но умный, кто еще знает, был бы тот лучше Ну то есть получается, Кляс нам говорит, что если человек долго задерживается у власти, он каким становится? Закостенелым Советы не принимает, становится неразумным То есть тут даже не то, что умный и глупый, а то, что человек у власти, как правило, испорчен властью Как правило А вот такой вот момент, хотя позднейшие не порадуются им Почему люди со временем перестают радоваться правителю своему? И тот, который пришел, которым сначала радовались новому, а потом проходит время Сначала был восторг, ух ты, новый царь у нас Что-то будет новенькое, такое интересное Но проходит время и говорят, ооо Восторг проходит, почему? А потому что наши желания, возможно, не исполняются То есть ожидания были одни, а в реальности другое Это одна сторона, а вторая сторона? То же самое стареет, укореняется Укореняется То есть положение влияет на человека Не столько человек влияет на то положение, на котором он находится Сколько, в ней как идет обоюдный такой процесс Совершенно верно И вот мы даже хотим зачитать такое неразумное действие правительства на Филиппинах Нам показалось очень интересным На улицах Манилы власти реализуют свое изобретение, которое вынуждает пешеходов ходить по тротуарам И знаете, что они придумали? Они придумали необычное наказание для нежелающих ходить по тротуарам Таких прогоняют с проезжей части мокрым одеялом То есть мокрое полотнище с надписью «Уйдите с дороги» Прикреплено к древку наподобие флага И проезжая вдоль тротуаров То есть машина вот так вот едет с этим, с мокрым полотнищем И они бесцеремонно шлепают Все, кто идет по дороге, она так шлеп, 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 шлеп по головам Люди возмущаются не столько бесцеремонным обращением, сколько недопустимым состоянием тротуаров Потому что тротуары тесные и грязные А власть вместо того, чтобы навести порядок на тротуарах Разгоняет граждан, как неразумных овец Зато водители довольны Они считают, что в данном случае немножко нарушений прав человека пойдет всем на пользу Однако проблема отвратительного состояния тротуаров остается Так что вот эти пешеходы-филиппинцы, в общем-то, согласны с утверждением Экклесиаста Что новая власть хорошо, но у всех свои заморочки, да, получается Я думаю, что каждый из нас, наверное, может сказать Такие привести примеры много, да? Давайте посмотрим дальше, что пишет Экклесиаст 17 стих и 5 глава по 6 Ибо как сновидение бывает при множестве забот Так голос глупого познается при множестве слов Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его Потому что он не благоволит глупым, что обещал, исполни И лучше тебе не обещать совсем, нежели обещать и не исполнить Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою И не говори перед ангелом, перед ангелом Божьим Это ошибка была Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое И разрушил дело рук твоих Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов Много суеты, а ты бойся Бога То есть, если вот это брать в контексте Будем так говорить, того, как с возрастом или с положением Мы не становились глупее Вот здесь идут советы Что же вообще нужно делать, да? Наблюдай за ногою твоею За устами твоими, за всем тем, что ты делаешь, что ты произносишь И тогда у тебя есть надежда, да? Если ты будешь бояться Бога, у тебя есть надежда не стать глупым Надежда всегда остается, да? С нами Интересно, что здесь идет, в общем-то, по поводу всех Опять же, о чем мы говорили, что мы все в чем-то начальники Муж Все мы служители Начальник и служитель над женой Да, жена Над детьми Дети Над куклами, над игрушками, над домашними животными, да? Учитель Над учителем директором Учитель над учениками Ну, я хотел даже больше сказать Вот здесь написано Наблюдай за ногой твоей, когда идешь в дом Божий И будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению Вот интересно Как мы понимаем понятие само по себе дом Божий? Вот что это дом Божий? Это обязательно церковь? Церковь, да? Ну, конечно Церковь, храм, дом молитвы, ну и так далее А вот скажите, мы несем свое служение на работе? Или дома? Мы являемся там служителями Божьими? Мы должны Мы должны там наблюдать за ногой своей? За ухом, за своим, за языком следить? Вопросы и теорические Например, христианин-юрист Он, когда приходит на суд Или там, допустим, вот адвокат, да? Приходит на суд Это может считаться для него Домом Божьим? Он там должен наблюдать за собой? Бог там присутствует? Он там должен следить за языком? Ну, просто немножечко так подумайте Потому что вы иногда очень узко как-то мыслим Раз дом Божий, то это обязательно здание церкви Ну, тут больше явно про себя, кто раз был пробовать Я бы сказал Когда наблюдая за ногой, вот это идёт в Дом Божий Именно конкретно, в Дом молитвы И будь готов более к слушанию Например, иногда приходит человек Ну, и я в том числе Приходишь, например, и Боже хочешь сказать Если проповедник, больше высказать Что ты готовил дома Кто пел, хор там, петь Кто ещё что-то там, молиться А к слушанию, думаю, не все готовы Ну, я говорю, это всё правильно, здорово Что такие есть вещи, да? Не, ну, тут именно они имеют в виду Дом Божий Потому что будь готов более к слушанию Нежели к жертвоприношению А жертвы тогда же приносили не под каждым пустом А приносили, в общем-то Но мы-то говорим о нас сейчас Хорошо, давайте Так, тут Дом Божий, да, мы понимаем Да, но помните, как Христос сказал женщине-самаритянке Когда она спросила, а где? Где она молится, да? И он ей конкретно ответил Что не только теперь на этой горе Не только в храме Да Жертвы будете приносить Да, то есть, поэтому мы хотим сказать Да, Дом Божий, да Тут вообще без вопросов Вообще не возникает Но давайте попробуем, как вот швей Да, начать мыслить здесь Вот где мы с вами находимся На нашем месте Ну, скажем, тот же самый Дом правосудия Адвокат Адвокат, да? Там присутствует Бог Или там его нет? Присутствует Или нет? По крайней мере, должен быть, да? Кому должен? Потому что Бог везде Бог присутствует везде здесь на земле Но просто Он присутствует через наше с вами присутствие Ибо мы с вами храм Божий Понимаете, какая вещь? Вот если начинать Вот почему мы стали об этом говорить Шире размыслять Шире давайте подумаем Я являюсь храмом Божьим Я являюсь храмом Божьим И когда я что-то делаю Я должен наблюдать за ногой своей Где бы я ни был Вот я по улице иду Я должен быть свидетелем Божьим? Или я могу идти и плевать направо-налево Потому что, ну, пока в церковь не пришел Я могу вести себя как хочу Свет и соль Свет и соль То есть, понимаете Опять хотим сказать Если мы сказать конкретно Вот что написано, то сказано, да Но если как бы еще подключить Логику подключить То есть все остальное Не только интерпретации, но и применение Да То мы понимаем, что дом Божий Это понятие будет такое широкое Если мы с вами храм Божий Мы с вами идем куда-то Мы с вами несем истину Поэтому не торопись языком твоим И сердце твое не спешит Произнести слово перед Богом Все, что мы не говорим Мы говорим как перед Богом Даже когда просто детей наказываем Мы это говорим перед Богом, правда? А уж тем более мы что-то обещаем Детям И не только детям Ну я например говорю, да Потому что очень часто мы как-то К детским обещаниям относимся Ну очень легко В воскресенье пойдем, сходим в парк Погуляемся вместе А тут у нас надо посещение Нужно там встретиться с братьями Нужно значит там на сперку сходить А ребенок ждет нас дома Он ждет, что мы с ним пойдем в парк И вечером, когда мы приходим Ну может даже забыли то, что сказали ему во вторник Так вот, знаете, был всплеск эмоций К любимому сыну, да? А он помнит И он спросит Пап, мам, а что значит парк? А время же 10 И вы скажете, ну давай в следующий раз И вот этот вот следующий раз будет откладываться Откладываться, откладываться Не дозволяй устам твоим Вводить в грех плоть твою И не говори перед ангелом божьим Это была ошибка Ну зря я пообещал Потому что, ну воскресенье же нужно Много дел У меня служение У меня посещение У меня там это То гости тут пришли Как же вот? Да даже это касается всего Вы знаете, очень часто Нам сейчас приходится беседовать И консультировать на тему Производственных отношений В тех организациях, где работают верующие люди Вы знаете, там обычно проблем намного больше Чем в обычных светских учреждениях Потому что происходит Скажем, ну брат, у которого свое хорошее дело Набирает верующих людей То есть, понимаете, вот Конечно, мы должны быть светом и солью Правильно было сказано Везде Вот, и если мы несем какую-то ответственность На себе взялись за это То есть мы пообещали, что мы это будем делать Так это же надо делать А люди как бы трояким образом Как... То есть вот здесь как раз об этом Клисиас говорит Что, во-первых, не выполняем свои обещания Если начальник там поручил Оформить этот документ Сходить за справкой Это нужно сделать Потому что это входит в мои обязанности Я обещал, что я буду их выполнять честно И добросовестно Обещал ребенку сходить в зоопарк Надо сходить в зоопарк Несмотря ни на что Ну если вдруг не выполнило Как мы себя часто ведем? Первое, мы просто делаем вид, что Ну, была такая... Не произошло Пытаемся забыть Избегаем Как начальник, так и тот, который... И это считается духовным Мы это называем таким, знаете, духовным словом Прощение Мы не говорим о прощении Простить надо Но мы против того, чтобы поощрять безответственность И то прощать Но в любом случае Должны быть какие-то санкции Элементарный выговор Он должен быть Причем вынесен во всеуслышание Это нужно сделать Я сейчас до конца просто скажу Второе, что мы обычно делаем Мы говорим Я не виноват Обстоятельства так сложились То есть либо просто забываем Либо Петь виноват Вась виноват В Гондурасе там землетрясение был виноват А я не виноват Кстати, это все началось Ничего нового нет под солнцем С Адама, да, помните, когда Говорит, не ел ли ты Господь ему спрашивает Не ел ли ты от этого дерева Которым я заповедовал тебе Он говорит, нет Я не виноват Жена виноват Жена, которую ты мне дал Ты мне ее дал Так что я не виноват Вот оттуда все и пошло Сваливать на других Вот и можно сделать третье Действительно взять на себя ответственность Да, я виноват Материально виноват Выплачу Что-то время Не сделал какую-то работу вовремя Значит, буду работать сверху Ручно Буду работать с воскресенья Прежде чем пообещать Подумай А раз пообещал Делай То есть все очень просто Казалось бы Да, ну вот И вот важно Чтобы, во-первых Мы сами не попадали В эту ловушку Но и других Не поощряли в их Вот такой безответственности Нам не безразлично Современная церковь И у нас есть что ей предложить Весь ресурс на сайте tvseminary.com Характер человека Как известно Проявляется в поступках В отношении к людям В выборе, который он делает В той или иной ситуации Ну и вот сейчас мы хотим Чтобы вы так немножко Себя оценили Свой характер Вам будет предложено Таких вот 15 вопросов И варианты ответов Да, нет, не знаю Поэтому ставите номер вопроса И пишите Да, нет Или не знаю Может быть, знаете Чтобы было быстрее Да, пусть будет плюс Нет, минус А не знаю галочку Или нолик Или нолик, да Как-то для себя возьмите Галочку лучше Итак Итак Первое Я всегда чувствую ответственность За все, что происходит В моей жизни Да, нет, не знаю Первый вопрос Второе В моей жизни Не было бы столько проблем Если бы некоторые люди Изменили свое отношение ко мне Третье Я предпочитаю действовать А не размышлять Над причинами своих неудач Четвертое Иногда мне кажется Что я родился Ну или родилась Под несчастливой звездой Пятое Я считаю Я считаю Что алкоголики Самые виноваты В своей болезни Ух ты Все серьезно Все очень серьезно Шестое Иногда я думаю Что за многое В моей жизни Ответственны те люди Под влиянием которых Я стал таким Какой я сейчас есть Ну или стал Такой, какой я есть То есть люди виноваты Или люди Благодаря которым Я таким стал Седьмое Если я простужаюсь Я предпочитаю Лечиться сам А не прибегать К помощи врачей Восьмое Я считаю Что во вздорности И агрессивности Которые так раздражают В женщине Чаще всего Виноваты Другие люди Девятое Считаю Что любую проблему Можно решить И не очень понимая Тех У кого вечно возникают Какие-то жизненные трудности Десятое Я люблю помогать людям Потому что чувствую Благодарность За то Что другие сделали Для меня А нет Это не люблю Или не чувствую Благодарность Нет Люблю помогать Тут люблю помогать Потому что мне сделали Благодарность То есть да Потому что Или просто Люблю помогать Или не люблю помогать Берите на первую часть Одиннадцатый Если происходит конфликт То размышляя Кто в нем виноват я обычно начинаю себя 12 если черная кошка перейдет мне дорогу я перейду на другую сторону улиц 13 я считаю что каждый человек независимо от обстоятельств должен быть сильным и самостоятельным 14 ящик я знаю все свои недостатки но хочу чтобы окружающие относились ко мне снисходительно и 15 обычно я мирюсь ситуацией повлиять на которую я не в состоянии обычно я мирюсь ситуацией повлиять на которую я не в состоянии ну а теперь обведите в круг те вопросы на которые вы ответили да вот я вам сейчас буду называть цифры и если совпала цифра и да вы будете в круг значит да должно быть не должно быть до 1 до 3 5 до 7 до 9 1 3 5 7 9 11 13 все вот эти вопросы в круг если совпали да то в кружочком видите и ответы нет на вопросы 2 4 6 8 10 12 14 и 15 поставили теперь посчитайте все кружочки количество кружочек здесь нет вот эти которые вы обвели только те которые у вас совпали они все подряд нет те которые совпали да сколько их и каждому по 10 баллов и умножьте на 10 результат так я могу поняли да то есть каждый из совпавших это 10 баллов вы набираете ответ не знаю это 5 баллов посчитать сколько вас не знаю и умножьте на 5 и посчитайте общее количество нет 125 все остальные не считают и так если вы набрали от 100 до 150 баллов то вы капитан собственной жизни чувствуете ответственность за все что с вами происходит многое берете на себя преодолеваете трудности не преувеличивая их не возводя в ранг жизненных проблем вы видите перед собой задачу думать на тем как ее решить при этом вы чувствуете что происходит в вашей душе для а при этом но для окружающих это загадка то есть вы знаете но для окружающих вы загадка и вы не видите что происходит в душе окружающих вас это не волнует но вы капитан теперь смотрите от 50 до 99 вы рулевой вы рулевой и если необходимо вы конечно можете передать штурвал в надежные верные руки при оценке причин собственных трудностей вы вполне реалистичны гибкость рассудительность и чуткость всегда бывают вашими союзниками случаются ситуации которые никак вас не касаются и вы не несете за них никакой ответственности но тем не менее если это требуется вы берете и за них ответственность тоже на себя обычно вы знаете когда это нужно сделать вы умеете жить в добром согласии с другими людьми не нарушая внутреннего согласия с самим собой это рулевой ну и если меньше 49 баллов вы пассажир если у вас до 49 баллов вы пассивный пассажир легко подчиняетесь внешним силам говоря ну так сложилось обстоятельство судьба такая в своих трудностях вы обвиняете кого угодно только не себя настоящая независимость кажется вам недостижимой но вы умеете мирно существовать со всеми людьми вокруг вас то есть вы умеете прогибаться под изменчивый мир как поется в такой песне и так вот посмотрите капитан рулевой или пассажир ну и соответственно вы понимаете где что подкорректировать да в себе и теперь вопросы вопросы для такого личного размышления если вы вдруг увидели несправедливость или беззаконие в руководстве на работе в церкви ну где бы то ни было в семье или например вот как вот Андрей сказал что бывают такие ситуации когда понимаешь начальнику надо быть пожестче это в любом случае несправедливость несправедливость может быть как в сторону плюс а как в сторону минус да то вы склонны что делать молиться и молчать встаете в оппозицию требуете перемен каких-то или вы скорее на критику такую на язык на язычок то есть это такой личный вопрос для каждого ну и замечательно если потом этот вопрос найдет свой выход в дискуссии дискуссии которую естественно она займет какое-то время но в этой дискуссии можно найти так много драгоценных камней жемчужин если действительно эта дискуссия будет происходить вот в группах ищите нас поисковых системах по запросу TESеминарий ясненный Субтитры создавал DimaTorzok